بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعَيْنِ أَمْا عَبَعْدُ Продолжаем разбор Сура Аль-Масад مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبًا Не спасло его и его богатство и то, что он приобрел مَا – это حَرْفُ نَفْنِ частица отрицания с неизменяемым окончанием суконом на конце. Огна – это фи'ль ма'дан, глагол прощающего времени. С неизменяемым окончанием со скрытой подразумеваемой фатхой на конце. Почему ли та'ззурин? Из-за невозможности дать огласовку буквы алиф, имеющейся на его конце. Ан-ху'ан – это харфу джарин, предлог родительного падежа с неизменяемым окончанием суконом на конце. Ал-хау – это аддамир муттасан, слитное местемение, мобнио аля аддамин с неизменяемым окончанием с домой на конце. Фи махалли джарин би харфи л-джари, на месте падежа аль-джар, посредством предлога родителю падежа ан. В аль-джару вал-маджрур харфу джар ан, и поставленное им в состояние джар имя, муталлюкан би агна, состоят в смысловой связке с глаголом агна. Малу – это фа'ль л-фа'ли, фа'ль – действующее лицо глагола агна. Марфу ан-биги поставлен этим глаголом в состоянии араха. В аль-хау – это признак состояния араха в этом имени – это аддаму тазахирату аля аддаму на его конце. В аль-мадаф является первым членом изофитной связки. В аль-хау – второй член изофитной связки, изофитного сочетания. В аль-даме с неизменяемым окончанием с дамой на конце. Фи махалли джарин би л-мадафи, на месте падежа аль-джар, посредством аль-мадафа. Глагол агна вместе со своим фа'лем – все это глагольное предложение. Возобновляемое новое предложение не имеет места в падеже. Возможен и другой вариант и араба. Это если мы скажем, что «ма» – это не харфа нафин, а «исму стифамин» – вопросительное местомение. Мабниу аля сакууном фи махалли насп. Мафулам бихи ли агна юля с прямым дополнением для глагола агна. То есть какую пользу ему принесло его богатство. Ва ма касабу аль-ва от харфа атфин – союзная частица. Мабниу аля фатфин – с неизменяемым окончанием с фатха на конце. Ма – это «исмун маусульн» – относительное местомение. Ма – туфун аля ма – каблю соединён с предыдущим именем «малухам». Мабниу аля сакууном с неизменяемым окончанием сакууном на конце. Фи махалли рафан бил атфи. На месте падежа арраф – посредством соединения с предыдущим именем. Касаба – это фаулин ма – глагол прощачего времени. Мабниу аля фатфин – с неизменяемым окончанием с фатха на конце. Уфаилу хи уфааль – действующее лицо – это дамирун мустатирун фи хиджавазин, скрытое в нем в допустимой форме местомения. Тақдиру ху хуа – коем является местомение хуа. Яуду аля аби лахбин, который возвращается к абу лахбу. Вал фи маа фаали – глагол касаба вместе со своим фаалем жумлетун фи алиетун – глагольное предложение. Сылаты л маусули – сылату ма – предаток. Предаточные пояснительные предложения для относительного местомения ма. Ла махалли лахамин аль-иғраби не имеет места в падеже. Так как предаточные предложения жумлету сылаты всегда не имеет места в падеже. Однако остаётся сказать. Мы знаем, что предложение, являющееся сылат, предатком для исма маусули – для относительного местомения, должно содержать в себе ламирин айдин – возвратное местомение или лисмин маусули – к относительному местомению. Где же оно здесь в этом предложении? Возвратным местомением здесь является удалённое местомение третьего лица аль-ха – ламирин ахзуфан, который возвращается к относительному местомению ма, то есть в ма кассабаху. Аль-хау – это дамирин нуттасуна – слитное местомение. Ма бню аля дамин с неизменяемым окончанием с дамой на конце. Фима халлин наспин – на месте подъезжает наспа. Мафаулин бихи или кассаба – прямое дополнение глагола кассаба. Есть ещё и другой вариант ираба – это если мы скажем, что «ма» в «вума кассаба» не «исмун маусуллин» – не относительный мусульмин, а «мал мастарияту» – харфин мастарин, то есть харф, который превращает проходящий после него глагол «кассаба» в «мастар» в «име действия». В этом случае отдельно взятые слова «ма» не имеют места в падеже, так же как и в предложении «кассаба». А вместе «ма» и «кассаба», то есть «вума дохалят алейхи», харф «ма» и то, к чему оно добавлено, все это в «таулин муфради» будет рассматриваться как одно целое, как от глагольное имя действия, то есть «маср», то есть «вума кассаба» и «кассабуху». А в первом варианте, если мы скажем, что «ма» – это «исмун маусуллин», картина будет выглядеть вот так. «вума кассаба» и «валидзи кассабаху» и «максубу» и «приобретённые им» Следует отметить, что глагол «агна» здесь в значении будущего времени, «аль-мустабль», то есть «не принесёт ему пользы», на что указывает следующий за ним глагол «сайосла» «будет он гореть» «самуаллахуам». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...